Здравствуйте! В эфире передача «Заряд бодрости» и я, ее ведущая, Радмила Асаева. У нас в гостях преподаватель йоги с опытом работы более 10 лет, Радмила Шакурова, а также Светлана, которая будет нам помогать. Здравствуйте, девушки! Радмила, скажи, пожалуйста, какое ты приготовила для нас занятие? Сегодня мы поделаем суставную разминку и позу стоя. Позу стоя тренируют мышцы-стабилизаторы, которые помогают нам удерживать равновесие, что актуально в зимнее время года. Отлично! Радмила, еще хотела уточнить, нам кроме ковриков, что еще понадобится? Нам могут понадобиться кирпичики. Если у вас нет кирпичиков, вы можете использовать книжечки. Здорово! Ну, давай начнем. Присоединяйтесь. Давайте расходимся по коврикам. Соедините большие пальцы, стопы вместе. Большие пальцы вместе, остальные пальцы попробуйте раскинуть врозь. Хорошо. Потяните коленные чашечки, втяните ягодицы, разверните ладошки вперед, вот большие пальцы смотрят в стороны, потянитесь макушкой вверх, прямо хорошенько шею с плеч вытягиваем. Немножечко настроимся через дыхание. Начните со вдохом через стороны, руки вытягивайте вверх. И во время выдоха опускайте руки вниз. Постепенно удлиняйте свое дыхание. Со вдохом синхронно руки поднимаем вверх. И синхронно со своим выдохом опускайте руки вниз. Постепенно удлиняйте свое дыхание, замедляйте дыхательный цикл. И еще раз через стороны вверх вдох. Выдох. Хорошо. Соедините ладони перед грудью. Настраиваемся на занятие. Сделаем несколько дыхательных циклов животом. На вдохе плавно расслабьте живот. На выдохе его плавно втяните. На вдохе расслабьте живот. Расширяя грудную клетку. И на выдохе втяните. Сделаем еще один завершающий дыхательный цикл. Вдох. Грудная клетка расширяется. И с выдохом живот втягивается. Хорошо. Согнитесь слегка колени. Положите ладони на бедра. И сделаем несколько вращений. Суставная гимнастика. Разводим колени в стороны. Прогрев коленного сустава. Сделаем в обратную сторону. Комфортная амплитуда движения. Старайтесь дышать глубоко. Теперь соединяем колени вместе. И вращаем их в одну сторону. Медленно. Не торопясь. Суставная гимнастика очень полезна для наших суставов. В обратную сторону. Хорошо. Теперь ладони положите на талию. Поднимите правое бедро. Натяните носочек на себя. И несколько раз мы выпрямляем колено носочком на себя. И затем сгибаем. Пяточка тянется к ягодице. Затем снова выпрямляем. Медленно подконтрольное движение делаем. И еще. Выпрямляем. Пяточка тянемся вперед. Затем пятка к ягодице. И в завершающий раз выпрямите ногу. Удерживаем равновесие на одной ноге. И вращение стопой. Сделайте несколько проворотов голеностопным суставом. В обратную сторону. Хорошо. Натяните носочек на себя. И начинаем пяточкой рисовать спираль. Или представьте, что вы размешиваете воду своей стопой. Не задерживайте дыхание. Теперь носочек в пол вытягиваем. И как циркулем еще несколько вращений в обратную сторону. Для того, чтобы удерживать лучше равновесие, находите на полу неподвижную точку. И удерживайте взгляд в ней. Хорошо. Переходим в тазобедренный сустав. Несколько вращений. Тянитесь макушкой вверх. И дышите. Глубоко и плавно. В обратную сторону. Молодцы. Опускаем стопы. Теперь левая нога. Бедро параллельно с полом. Носочек на себя. И теперь несколько раз выпрямляем колено. И затем сгибаем, тянувшись пяточкой к ягодицам. Затем снова выпрямляем. Стараемся не пинаться. Движение делать медленно, подконтрольно. Напрягая переднюю поверхность левого бедра. Хорошо. Еще раз вытягиваем. И теперь вращение стопой по кругу. Суставная гимнастика очень полезна для суставов. Улучшает их подвижность. Гибкость в обратную сторону. Удерживайте равновесие. Если падаете, начинайте заново. И натяните носок на себя. Несколько кружочков рисуем по полу пяткой. Хорошо. Носок в пол. И несколько кружочков в обратную сторону. Стопа как циркуль рисует. Спираль. Хорошо. Переходим в тазобедренный сустав. Не делаем резких маховых движений. Очень плавно бедро поднимаем выше, чтобы суставы хорошенько прогрелись. Наблюдайте за тем, как вы дышите. И в обратную сторону. Хорошо. Встряхните ноги. Если у вас варикозное расширение вен, то чаще отдыхайте. Долго стоять нежелательно. Поставьте стопы вместе. Подходите правое колено с замочком рук. Натяните носочек в пол. И плавно с выдохом подтягивайте правое бедро к грудной клетке. Грудной клеткой, в свою очередь, тянитесь вперед. Осанка прямая, ровная. Макушка тянется вверх. Вверх удерживаем равновесие, не задерживая дыхание. Опорная стопа давит хорошенько в пол. Колено, чашечка бедра оттянута. Медленно оторвите левую руку от колена и вытяните ее вверх. Тянитесь за левой рукой, макушкой в потолок. И теперь, не теряя равновесия, введите правое бедро в правую сторону. Опустите левую руку в левую сторону. И подтягивайте правое колено к подмышке. Молодцы. Теперь установите стопу на внутреннюю поверхность бедра. Или в облегченном варианте стопа может опускаться на икроножную мышцу. Поза дерева. Найдя равновесие, мы перемещаем ладони перед грудью. Соедините ладони. Сведите лопатки. Направьте взгляд в неподвижную точку на полу. И поза дерева. Представьте, что вы прочными корнями, выходящими из стопы, вырастаете в землю и стоите крепко, устойчиво. Не задерживаем дыхание. В облегченном варианте вы можете остаться здесь. И можете усложнить, вытягивая руки над головой. Опустите плечи. И представьте, как будто вы ветвями дерева растете к небу. Также позвоночник у нас вытягивается из таза. И несколько дыханий. Постойте в этом положении. Это поза дерева. Она тренирует вестибулярный аппарат, координацию и мышцы стабилизатора, которые помогают нам удерживать равновесие. Не задерживая дыхание, стоим и глубоко дышим. Хорошо. Через сторону опустите руки вниз. Стряхните опорную рабочую ногу. Немножечко отдохнем. Теперь встаем на правую стопу. Левое колено подхватываем замочком рук. Носок натягиваем в пол. Грудной клеткой потянитесь вперед. Прямая осанка. Далее начните подтягивать с выдохом колено грудной клетки. И продолжайте взгляд направлять в неподвижную точку перед собой. Дышим, удерживая равновесие. И оставьте левую ладошку на колене. Правую руку вытяните вверх. Потянитесь всем позвоночником и правой рукой в потолок. И теперь не теряя равновесие, опустите правую руку вправо, а бедро переведите в левую сторону. Постарайтесь колено подтягивать к подмышке. Хорошо. Поставьте стопы на внутреннюю поверхность бедра, либо в облегченном варианте на икроножную мышцу. Соедините ладони перед грудью. На масте. От локтя до локтя ровная линия. Опустите плечи. Дышим. Можете остаться здесь или усложнить позу тем, что вы вытягиваете руки над головой. При этом опускайте плечи. И не задерживайте дыхание. Почувствуйте свою сильную опорную ногу. Колено, чашечку и бедро правой ноги потяните вверх. И стопой хорошенько опорной ноги нажимаете на пол, на коврик. Молодцы. И здесь несколько дыханий. Поза дерева в рикшасана. Продолжайте расти макушкой вверх, а плечи опускать вниз. И здесь несколько дыханий. Вдох переходит в выдох. Без задержек выдох переходит во вдох. Хорошо. Опустите ладони перед грудью, опустите стопы. Поставьте большие пальцы вместе, остальные врозь. Сведите лопатки и позу стула. Сгибая колени, уведите таз назад и направляем взгляд на большие пальцы ног, которые у нас соприкасаются. Попробуйте остальные пальцы раскинуть вврозь. И слегка давите коленями друг на друга, ладонями друг на друга и хорошенько сводите лопатки. Это очень хорошая силовая поза, которая укрепляет мышцы спины, мышцы бедер и ягодиц. Попробуйте, не задерживая дыхание, простоять в этой позе хотя бы 5 дыхательных циклов. Потому что задерживая дыхание, у нас выносливость сразу теряется. Вытягивайте шею, плечи выводите назад. Я проверю наших девочек. Попробуйте больше свести лопатки и грудной клеткой подняться чуть выше. Молодцы. Прогибайте грудную клетку, плечи чуть выше и взгляд на большие пальцы ног. Вы должны видеть свои носочки, а не колени. И сделайте вдох. На выдохе опустите ладошки на бедра и выпрямите колени. Со вдохом немножечко приподнимите туловище. С выдохом наклоняйтесь, свой комфортный наклон. Если у вас хорошая гибкость, вы свободно можете коснуться пола. Опускайте ладошки по сторонам от стоп. Если сложно дотянуться, вы можете использовать кирпичики. Подложите ладошки под кирпичики. Либо, если у вас есть книжечки. Молодцы. Подтяните подбородок к груди. Отлично. И несколько дыханий здесь. И попробуйте, если у вас очень сильно округляется спина, лучше подняться повыше, но сделать позу с прямой спиной. То есть мы не скругляемся в пояснице, не скругляемся в грудной клетке. Мы пробуем прогибаться в этих точках. И здесь несколько дыханий. Вытягивайтесь за макушкой вперед. Колено-часчики подтягивайте. Шея, голова, спина одноровные линии. Если использовали, уберите кирпичики недалеко. Опустите кончики пальцев рук на пол. Согните колени. Живот положите на бедра. И вытяните руки вперед. Потянитесь руками, макушкой вперед. Тазом потянитесь к полу. Продолжаем делать позу стула, укрепляющую мышцы бедра, спины. Несколько дыханий. Вдох переходит в выдох. Вытягивайте шею с плеч. Несколько циклов здесь. Вдох переходит в выдох. Выдох во вдох. И с очередным выдохом свой комфортный наклон. Вытяните снова шею, подбородок направьте к груди. Если у вас хорошая гибкость, вы можете захватиться за пяточки с внешней стороны стопы. И за счет силы рук подтянуть туловище к ногам. Если происходит сильное натяжение спины, при этом лучше исключайте эту прогрессию. И делайте облегченный вариант, чтобы вам было комфортно. Хорошо. Ладони перед грудью и прямой спиной, сводя лопатки, мы медленно поднимаемся. Хорошо. Вытяните руки над головой. Снова поза стула, но уже не такой глубокий вариант. Сгибаем колени, опускаем таз чуть ниже, смотрим на свои большие пальцы ног. Давим стопами хорошенько на пол. Стараемся кончиками пальцев ног не впиваться в пол. Прямо всей поверхностью стопы нажимаете на коврик. И далее ладони перед грудью. Поворачиваемся в левую сторону. Правым локтем отталкиваемся от левого колена. Левое плечо уводим назад. Дыхание не задерживаем. Стопами давим на пол. Если голова кружится, смотрите на левую стену. Здесь несколько дыханий. Продолжайте вращать грудную клетку в левую сторону. Вводите левое плечо назад. И с очередным вдохом в центр. На выдохе другая сторона. Левым локтем отталкиваемся от правого колена. Взгляд в потолок. Шею вытягиваем из плеч. И правое плечо уводите больше назад. А левым плечом стремитесь вперед. Чувствуйте, как вы дышите. Несколько дыханий. Давите стопами на пол. И со вдохом в центр. С выдохом наклон к ногам. Ладошки на пол опускать не обязательно. Обязательно должна быть прямая спина. И облегчить этот вариант можно тем, что вы встаете либо на книжке, на кирпичике, либо ладошки поднимаете на голени. И здесь несколько дыханий. Со вдохом плавно живот опускается. Помним, что мы не скругляем спину. Мы стараемся грудную клетку толкнуть вниз. И сгибаемся только в области тазобедренных суставов. Не в шее, не в грудной клетке, не в пояснице. Удлиняйте вдох, удлиняйте выдох и сокращайте паузу между дыханиями. Хорошо. Положите ладони перед грудью на мосте. Сведите лопатки. И прямой спиной медленно поднимаемся. Хорошо. Вытягиваем руки вверх. Перекрещиваем большие пальцы. Потянитесь макушкой вверх. Поверните голову в правую сторону. И с выдохом сделайте боковой наклон в левую сторону. Дышим. Поза полумесяца. Продолжайте работать ногами тем, чтобы подтягивайте колено чащики вверх. Напрягайте передние поверхности бедер. Выпрямляйте руки в локтях. Дыхание не задерживаем. Растягиваем косые мышцы пресса. Мышцы спины. И со вдохом в центр. Поверните голову в левую сторону. И с выдохом наклонитесь в правую сторону. Представьте, что сзади вас стена. И вы скользите по этой стене лопатками, поясницей, ягодицами. Крепкие ноги. Это наш фундамент стоячих позов. Удлиняйте свое дыхание. С каждым выдохом пробуйте чуть больше наклониться. С каждым вдохом чуть больше вытянуть позвоночник. И со вдохом плавно поднимаемся. Хорошо. Делаем вдох. Вытягиваемся за руками вверх. И с выдохом наклон к ногам. Снова. Подбородок потяните к груди. Наклон растягивает всю заднюю поверхность нашего тела. Ноги. Спину. Позвоночник. Успокаивает нервную систему. И в этом положении согните правую коленку и туловищем потянитесь к правому бедру. Левая нога остается прямая. И ладошки можете держать либо на кирпичиках, либо на книжках, либо на голенях. Выпрямляйте всю левую ногу, чувствуя, как растягиваются подколенные сухожилия, икроножные мышцы, группы мышц задней поверхности бедра. Поменяйте ноги, согните левую, выпрямите правую. Туловищем, животом тянитесь к левому бедру. Вытягивайте шею, старайтесь не смотреть вперед, а смотреть на большие пальцы ног. Удлиняйте дыхание. Длинное дыхание помогает нам растягиваться. Длиннее вдох, длиннее выдох. Убираем паузы по мере вдоха и выдоха. И выпрямите обе ноги. Продолжаем прогибать грудную клетку. Углубляем свой наклон. И положите ладошки по бокам. Прямой спиной поднимаемся. Хорошо. Перенесите вес тела на левую ногу. Правой рукой захватитесь за правый голеностоп. Левую руку вытяните вперед. Делаем позу на равновесие снова. На вдохе потянитесь макушкой вверх. На выдохе начните туловищем наклоняться вниз, а бедром подниматься вверх. Найдите взглядом неподвижную точку на полу, зафиксируйте взгляд на ней. И не торопясь, тихонечко опускаем туловище вниз, а бедро, в свою очередь, поднимается вверх. И в своем конечном положении остановитесь, контролируя свое дыхание, чтобы вы его не задержали. Если вы падаете, начинайте заново, ничего страшного. Постепенно вы натренируете свои мышцы-стабилизаторы и сможете удерживать равновесие более легко. Хорошо. Медленно опускаем бедро, поднимаем туловище, опускаем ногу и встряхиваем. Если ноги устают, чаще делайте паузы и встряхивайте их. Хорошо. Правую стопу поставьте на пол, левой рукой захватитесь за левый голеностоп. Правую руку вытяните вперед, опустите взгляд на пол, на неподвижную точку сделайте вдох и медленно начинайте на выдохе наклон туловищем вперед. И, в свою очередь, бедро поднимается вверх. Не торопитесь. Не обязательно опускаться до параллели с полом, можете найти свой комфортный вариант, в котором вам легко удерживать равновесие. И удерживаем позу, чем дольше, тем лучше. Но, если помните, если у вас варикозное расширение в вен, долго стоять в позах нежелательно. Постойте 3-5 дыхательных циклов, этого будет достаточно. Хорошо. Медленно, плавно опускайте руку и ногу, и туловище поднимайте. Снова встряхните ноги. И еще сделаем позу на равновесие, позу орла. Принесите вес тела на левую ногу, согните ее в колени и правой ногой обхватите левую ногу в бедре, колене и голеностопе. Можете удерживать равновесие, руки направляя в стороны. Можете сделать облегченный вариант. Если голеностопом не получается, просто перекрестите бедра, а голень при этом будет слегка с левой стороны. Если получается, обхватите голеностопом, сильнее сгибайте опорную ногу. Далее руки. Сделаем крест рук, правая снизу, левая сверху. Сгибаем руки в локтях. И то же самое. Если получается, переплетите запястье, если нет, просто переплетите локти. Поднимите локти на уровень носа и таз опустите чуть ниже. Удерживайте равновесие, сколько сможете, не задерживая дыхание. И сильнее сгибайте опорную левую ногу. Горудасана – поза орла. Тоже тренирует мышцы-стабилизаторы тела. И улучшает подвижность, гибкость суставов рук и ног. Хорошо. Расплетите руки и ноги, встряхните. Сделаем на другую сторону. Перенесите вес тела на правую стопу. Согните правую ногу в колени. Левой ногой обхватите правую. Если получается, голеностоп и стопа обхватывают голень. Если нет, просто перекрестите бедра. Расправьте руки в стороны и балансируем. Находим равновесие. Помним, что легче найти равновесие, когда взгляд направлен в неподвижную точку на полу. И делаем крест рук. Правая сверху, левая снизу. Сгибаем руки в локтях. Переплетаем запястье. И поднимаем локти чуть выше. И здесь несколько дыханий. Молодцы. Пробуйте сильнее сгибать опорную ногу. И поднимать локти чуть выше. Молодцы. И делаем вдох-выдох. Если вы теряете равновесие, начинайте заново. И постепенно ваши мышцы окрепны. Вы сможете стоять даже с закрытыми глазами. Хорошо встряхиваем ноги. Мягко выходим. Расслабляемся. И теперь мы можем расслабиться в следующей позе. И в шавасане лежа на спине. И мягко позвонок за позвонком опускаемся на пол. И в шавасане тоже нужно лечь правильно. Приподнимая таз, подкрутите копчик под себя, растягивая поясницу на полу. Вытяните ноги на ширину коврика. Далее аккуратно руками потяните подбородок груди, чтобы затылок был растянут. И разложите руки вдоль тела, ладонями кверху. Закройте глаза. И почувствуйте, удобно ли, комфортно ли вы лежите. Удостоверитесь, что каждой части вашего тела удобно. И, закрыв глаза, мы включаем внутреннее зрение. Попробуем просканировать свое тело на наличие напряжения. Почувствуйте, как сила тяжести влияет на наше тело. Эта тяжесть приятна. Представьте, как мышцы начинают приятно тяжелеть с каждым выдохом. Почувствуйте, как тяжелеет ваши верхние веки. Как тяжелеет нижняя челюсть, подбородок. И попробуйте расслабить все свое лицо. Почувствуйте, что у вас разглажен лоб, расслаблены межброви. Расслаблены скулы, щеки, подбородок. Почувствуйте свои плечи на полу. Полностью расслабьте все мышцы рук. Почувствуйте, как ваша спина давит на пол. Расслабьте ее полностью. И почувствуйте свой таз, лежащий на мягких, расслабленных ягодицах. Расслабьте всю правую ногу, входя вниманием по ней до кончиков пальцев. И расслабьте все левую ногу до кончиков пальцев. Почувствуйте все свое тело, что оно у вас полностью расслаблено. И сконцентрируйте свое внимание на дыхании. Направьте свое внимание в центр нашего тела, пупок. И просто наблюдайте за тем, как живот плавно со вдохом поднимается. И как с выдохом он плавно опускается. И продолжайте с каждым выдохом все глубже расслабляться. И плавно снова осознаем свое тело. Пошевелите кончиками пальцев рук, ног. Медленно выходим из шавасаны. Соедините ноги вместе, натяните носочки на себя. Вытяните руки над головой. Хорошенько потянитесь всем телом. Далее согните по очереди ноги. Поставьте стопы на пол, руки к животу. И скатитесь на правый бок. И плавно, не торопясь, поднимаемся. Хорошо. На этом сегодняшнее наше занятие завершается. Всем спасибо. Присоединяйтесь к нам еще. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» О, Бои. Субтитры подогнал «Симон»